Вот в археологию. И тут указано, как бы, путеводитель. Тут информация по экспозиции находится. Дальше будут, например, археологическая карта Бейска. Там будет наиболее изученные археологические памятники Бейска. Но не все. Потому что если там нашли какие-то обломки сосуда, то это уже людям, которые издалека ехали, это уже мало интересно. Только такие вот. Вот там можно про Петроглифов прочитать. Можно про Алтайцев прочитать все интересующие вопросы. Их посуда, их религии, в отличие северных и южных. Их там, допустим, основной вот занятий, шаманство чем отличается. То есть, вот такие нюансы, которые туристов интересуют. Что в зале, что если поездки какие-то будут по Алтаю, все же не расскажешь. Ну вот, собственно говоря, если подробно рассказываем, то тут часа два надо только вот этот зал уходить. Начать с палеолита и Петроглифы захватить, и дальше вот это все пройти. Все погребения и алтайцы все об алтайцах. И получается, что, по идее, это обзорная где-то час, а тут уже стоишь гораздо больше времени. Ну и потом уже такой прямой переход от алтайцев уже к крепости. Тема войны, она следующим продолжением будет, потому что раз в одном месте, то военную тему нам закончить. А уже на второй этаж там русский быт, купечество и все. То есть вот такая наша экспозиция. И то, судя по тому, что сколько вот надо ходить и переходить, и люди не уходят, ты вроде зовешь, а не уходят, то тоже это дольше, конечно, чем час. И гораздо дольше. Ну и, конечно, кто-то глубоко больше изучает там свою тему, кто-то изучает свою тему. И поэтому все тут разными занимаются коллекциями. То есть у вас есть кураторы, да, музейные сотрудники, курируют разные направления, да? Ну не знаю, можно это слово курировать, сказать. Потому что я не понимаю это слово. Хотя я филолог, конечно, и в целом понимаю. Но вот в данном случае не понимаю, что у нас, значит, куратор коллекции. Ну а в целом просто на ответственное хранение фонды каждому там свои. И когда надо делать какую-то тему, то ты в первую очередь знаешь все свои коллекции и разрабатываешь ты там, допустим. Для туристов больше интересует археология, этнография и крепость. Для детей, особенно когда мероприятие у школьников, больше интересует, конечно, тема войны, разные события. Там проходят мероприятия. Если там, например, взрослые люди, такие зеваки, условно говоря, ну что-нибудь расскажите о купцах там, покажите какие-нибудь там красивые вещи. Ну вот, пожалуйста, идите на второй этаж, увидите это. Ну то есть вот такой вот принцип. У каждого свои интересы. А у вас музей здесь с какого года? Вообще считается с 90-го. Ну, наверное, года два он стоял вообще без отопления, даже здесь пола не было. А экспозиция, разработанная каменьком, вот осталась только вот эта экспозиция, разработанная каменьком, она с 94-го года. Вот так археология переходит в этнографию. Вот это он разработал вот такую тему. Мы только вот петроглифы повесили, потому что старые рисунки, они уже были грязные на ткани и уже просто-напросто невозможно было их ни пересосить, ни чистить. Да и эти все-таки подлинные копируют они какие-то рисунки, поэтому вот только это заменили. А так, в принципе, вот так осталось. Естественно, тут все разномастное. То такие витрины, такие витрины. Ну, экспонатов, тем не менее, больше всего именно в этом зале. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.